Всем привет, это Денис и вы на канале Ден Электро. Сегодня я хочу рассказать о таком понятии, как падение напряжения на диоде. Из школьного курса физики все знают, что у диодов разное падение напряжения. Все эти цифры очень усредненные и взяты только для того, чтобы вы спокойно спали. На самом деле все гораздо сложнее. Падение напряжения на диоде зависит от проходящего через него тока. Чем больше ток, тем больше падение напряжения. Давайте разберемся, хорошо это или плохо. Само по себе падение напряжения нельзя отнести к плохому или хорошему свойству диодов. В некоторых случаях оно помогает погасить лишнее напряжение. От нескольких сотен милливольт, если использовать обычные диоды, до нескольких десятков вольт, если брать стабилитроны. Также очень часто это свойство диодов используют в качестве опорного напряжения. В других случаях, когда мы используем диоды в качестве выпрямителей, это свойство диодов приносит одни проблемы. При большом падении напряжения и большом токе, диоды очень сильно нагреваются. Давайте проведем тест на сдвоенных диодах шотки S30SC4M. Она рассчитана на 40 вольт 30 ампер, но каждый из диодов выдерживает всего по 15 ампер. Проверять буду всего один диод. Если у мультиметра есть функция проверки диодов, то измерить падение напряжения очень легко. Минусовой щуп мультиметра прикладываю к катоду, а плюсовой – к каноду. Показывает всего 96 милливольт. Правда, это будет только начальное напряжение. То падение напряжения, которое происходит примерно при токе в 10 мА. Чтобы узнать, как ведет себя диод при больших токах, надо собрать небольшую схему. За кадром я подключил нагрузку. Ток на нее будет подаваться через диод. Этот мультиметр будет показывать ток через нагрузку, а этот – падение напряжения на диоде. На эти диоды пока не обращайте внимания, к ним подойдем попозже. Сначала выставлю ток 1 ампер. Падение напряжения составило 306 милливольт. Увеличиваю ток дальше. Выставлю 2 ампера. Падение напряжения становится больше – 330 милливольт. При силе тока в 3 ампера падение 345 милливольт. При 4 амперах – 357 милливольт. И при 5 амперах – 368 милливольт. Из данного опыта становится понятно, что чем больше протекает ток через диод, тем больше на нем становится падение напряжения. Чтобы узнать, какое падение напряжения будет на этом диоде при его максимальных 15 амперах, не обязательно делать свои измерения и нагружать до 15 ампер. Эту информацию можно узнать из документации на эту диодную сборку. Там есть график с вольт-амперной характеристикой. По нему можно узнать, какое напряжение будет падать на диоде при прохождении определенного тока. Давайте объясню, как это узнать. По горизонтали указано падение напряжения, а по вертикали – ток, проходящий через диод. Двумя пунктирными линиями обозначено падение напряжения при температуре 150 градусов, а двумя сплошными – при температуре 25 градусов. На каждую температуру указано два значения – типовое и максимальное. Это связано с тем, что двух одинаковых диодов не бывает. У них всегда может быть расхождение в параметрах. Узнать падение напряжения при определенном токе можно следующим образом. Допустим, меня интересует ток 1 А. Сначала нахожу эту отметку на горизонтальной линии. Слежу по ней до того момента, когда она встретится с черной линией. От места их пересечения рисую воображаемую вертикальную линию и опускаюсь вниз. Здесь и будет примерное падение напряжения на диоде. Если смотреть по левой полосе, по типовому значению, при силе тока в 1 А падение напряжения должно быть чуть больше 0,3 В. Примерно 325 мВ. Если же меня интересует ток в 2 А, то смотрю выше. Здесь падение напряжения составит примерно уже 360 мВ. Все остальные токи я тоже проследил и сравнил их со своими измерениями. Мои показания получились примерно на 10% меньше, чем те, которые указаны в даташите. Они оказались меньше не только максимальных, но и типовых. Скорее всего, это связано с неточными приборами измерения, вольтметром и амперметром. Помимо этого, диодная сборка может быть подделкой, либо произведена с нарушением технологии производства. Ну и последняя моя теория связана с температурой, при которой делались измерения. Обратите внимание на график. При температуре в 150 градусов падение напряжения на диодах почти в 2 раза меньше, чем при температуре 25 градусов. При пропускании тока через диод, естественно, он начинает нагреваться, пусть даже и находится на радиаторе. Из-за этого измерения могут отличаться, даже с точными измерительными приборами. В общем, все эти нюансы влияют на измерения. И поэтому, когда будете смотреть даташит на ваш диод, то не надо искать там точных совпадений с вашими показаниями. Снова вернемся к даташиту и посмотрим на вершину графика. Мы же хотим узнать, какие потери будут у нас на максимальном токе. При токе в 14 ампер на диоде будет падать напряжение 0,8 вольта. Это довольно много. В 8 раз больше начального падения напряжения. И в 2,5 раза больше, чем при токе в 1 ампер. А вот при токе в 10 ампер все еще довольно терпимо. Падение всего 0,5 вольта. У разных диодов, пусть это даже все диоды шетки, тоже может быть разное падение напряжения. Здесь записаны мои измерения. С даташитами они также немного не сходятся. Это диоды, которые я проверял сейчас. Это одинарный диод на 100 вольт 5 ампер. А это снова сдвоенные диоды на 200 вольт 20 ампер. Один диод держит, естественно, только 10 ампер. Из всего этого можно предположить, что чем больше у диода рабочий ток, тем меньше у него падение напряжения. Но вместе с этим у него уменьшается максимальное рабочее напряжение. Если напряжение блока питания 5-10 вольт, то можно использовать первый вариант. Если даже там потребляемый ток всего 2 ампера, мы сможем сэкономить в 2 раза больше энергии и уменьшить тепловыделение. Если же напряжение блока питания больше, то придется взять другие диоды. Но там, скорее всего, падение напряжения будет больше. На кремниевых диодах падение еще больше. Давайте посмотрим на советский диод 2D213A. Он выдерживает напряжение в 200 вольт и ток в 10 ампер. Вот так выглядят результаты его теста. По сравнению со своим ближайшим аналогом диодом шутки, здесь падение напряжения больше от 70 до 100 милливольт. Но по максимальному току все очень плачевно. Судя по графику даташита, при токе в 10 ампер падение напряжения будет и вовсе 1 вольт. В то время как на диодах МБР20100 сети при 10 амперах падение напряжения будет только 750 милливольт. Раз уж в этом видео я рассказываю о падении напряжения на диодах, то немного хочу добавить о том, какая на них выделяется тепловая мощность. Возьмем, к примеру, последний диод 2D213. При токе в 10 ампер на нем падает 1 вольт напряжения. Если перемножить эти цифры, то у нас получится 10 ватт выделяемой тепловой мощности. Но это только при том условии, что ток через него идет постоянный. Если же мы будем выпрямлять переменный ток в форме синусоиды или меандра, то в промежутках между полупериодами диод будет остывать. Поэтому выделяемая на нем тепловая мощность получится не 10 ватт, а в 2 раза меньше. На этом сегодня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok